Добрый день, зрители моего канала. Сегодня будем с вами опять продолжать разговаривать о святителе Никите Новгородском, епископе. Примером святой жизни святитель Никита немало содействовал к распространению и поддержанию благочестия в своей пастве. При нем Новгород украсился святыми храмами. Из церквей тогдашнего времени замечательно Благовещенское нагородище, построенное Мстиславом, сыном Мономаха, в 1103 году, которое существует до ныне. При нем же в Новгороде положено начало иноческой жизни преподобным Антонием Римлянином, который приплыл сюда чудесно на камне за год с небольшим до кончины святителя. Достойно замечания первое дружеское свидание этих двух угодников Божьих. Здесь вполне открылась святая душа архипастыря. Как скоро дошел слух до епископа Никиты о чудесном пришельце, сказанном в житии преподобного. Святитель тотчас пожелал видеть его. Движимый радостью и страхом, с глубоким смирением, пошел к нему преподобный. Святитель ввел его в свою керью. Входя, преподобный сотворил обычную молитву. И когда святитель сказал «Аминь», со страхом и любовью припал, принял от него благословение, как от руки Божией. Провидя уже по научению Божию все чудесное в жизни преподобного, святитель, несмотря на то, начал расспрашивать его об Отечестве, откуда и как он пришел в Великий Новгород. Преподобный не хотел было отвечать, открывать святителю таинственного чудесного события в своей жизни. «Слава ради человеческой! Мне ли, брате, сказал тогда святитель, не поведаешь свои тайны? Или не знаешь, что Бог откроет нашему смирению все? Я же о тебе. А ты тогда заслужишь осуждение прислушника воли Божией». И потом настоятельно, еще и с заклинанием, попросил у него ответа. Преподобный пал после сюганиц пред святителем и горько плакал, умоляя никому не открывать его тайны, пока он жив. И потом откровенно рассказал ему о месте своего рождения и воспитания, и о том, как прибыл в Новгород. Слушая эту дивную повесть, святитель подумал, что видит перед собой не человека, а ангела Божия. Став со своего места, положил в сторону пастырьский жезл, и от умерения и радости долго молился Господу, дивному и славному, в истинных и верных рабах своих. После молитвы, на которую преподобный сказал «Аминь, смиренный святитель Божий», пал пред ним на землю и сам начал просить его молитву. То же сделал преподобный, умоляя святителя благословить его и молиться за него, а себя называя грешным и недостойным. «Ты удостоен чрезвычайных даров от Господа», — говорил преподобному святитель Никита. «Ты уподобился древним чудотворцам, Илье Сфитянину, Илье Апостолам, которые из различных мест божественной силою перенесены были к успению пресвятые Богородицы. Тобою своим угодникам осенил и благословил Господь наш город, людей, но у просвещенных святой верою. «Ты архиерей Бога Вышнего», — говорил ему преподобный, — «ты помазанник Божий, тебе должно молиться о нас». И долго находились они преклоненными на землю, проливая обильные слезы и прося один у другого молитв и благословения. Как бы соревнуя друг другу в смирении, которое так естественно в душе с правильно развитым сознанием и христианской совестью. Наконец, святитель встав воздвигнул и преподобного, благословил его, братский облабызал и долго с любовью беседовал с ним. После этого он стал уговаривать преподобного остаться жить с ним до смерти. Но Антоний отвечал, «Господа ради, святий Божий, не нуди меня, я должен подвязаться в терпении на том самом месте, где повелел мне Господь». Не настаивая более на своем желании, святитель еще раз благословил его, отпустил с миром на указанное ему Богом место. Таково было первое свидание святителя с преподобным Антонием Римляниным. Святая и самая тесная дружба связывала обоих святых мужей и после до самой кончины святителя. Сразу после чудесного прибытия преподобного Антония в Новгород положено основание его будущей обители. Искренно полюбя римлянина, святитель Никита приказал близ камня его построить малую деревянную церковь, которую сам и осветил, и тогда же единую келейцу постави на прибежище инокам. На следующий год приготовлено было место для основания и каменной до ныне существующей церкви Рождества Богородицы. Незадолго до кончины святитель вместе с преподобным размерял место для храма и сам начал копать ров для основания. На церковь построена уже при его преемнике – епископе Иоанне. Желая оставить по себе память в храме Святой Софии, Никита хотел было украсить его настенным писанием, но смерть помешала исполниться его усердному желанию. А потому собор был расписан уже после его кончины стяжанием, как замечено в летописи, святого Никиты, епископа, согласно завещанию его. По ныне еще цел каменный корпус, построенный святителем Никитой для новгородского владыки. Он и в памятниках, и в народном предании известен под именем Никитского, как построенный святителем Никитой. В летописях ничего не говорится о том, принимал какое-нибудь участие святитель Никита в делах внешней новгородской политики. Вероятно, при тогдашней неурядице во всех краях России он много заботился о соблюдении миролюбивого духа в своей пастве. Этим отчасти объясняется то, почему новгородцы мало участвовали в тогдашней междоусобной войне князей. И если поднимали оружие против Олега Святославовича Черниговского, то единственно за свою личную безопасность. 11 лет правился паства и святитель Никита. Он представился в 31 день января 1107 или 1108 года и был погребен в пределе Бога Отец и Акима Анны. Мощи его скрывались в земле 450 лет и были открыты в самую тяжкую годину для Новгорода, когда собирались над ним все ужасы гнева Иоанна IV. Почивший святитель опять явился как бы живой посреди скорбной своей паства. За 7 лет до открытия мощей его, именно в 1551 году, один благочестивый царедворец, которому получено было строение для церковных в Новгороде, вынимая в пасхальную ночь чтению деяния апостольских в Софимском храме, поскорбел духом о небрежении, в каком находилась гробница древнего великого святителя Никиты. Движимый тогда непостижимым тайным чувством, он возымел пламенное желание дознать, хранились ли внутри гроба мощи святителя. Провертев отверстие в верхней доске каменной раки и опустив туда свечу, он поражен был изумлением. Он увидел, что тело угодника не было подвержено трению ни в одном из членов. Тогда же он поусердствовал сделать на раку богатый покров, и в таком положении оставалась она при архиепископах Феодосии и Серапионе. На этом, дорогие мои зрители, я заканчиваю с вами на сегодня рассказ о святителе Никите Новгородском. До следующей встречи. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем всего хорошего, до встречи, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»